Текст двадцать шестой. Братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей. Комментарий. Арджуна увидел на поле битвы всех своих родственников. Он увидел Буришраву, который был ровесником его отца, деда Бишму и деда Самадату, учителей Дроначарью и Крипачарью, дядьев с материнской стороны Шалью и Шакуни, своих братьев Дурьёдану и других, сыновей, таких как Лакшмана, друзей, Ашватхаму и прочих, доброжелателей, например, Критаварму и многих других. Одним словом, он увидел обе армии, в рядах которых было очень много его близких. Текст двадцать седьмой. Когда сын Кунти Арджуна увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием. Подавленный, он произнес такие слова. Текст двадцать восьмой. Арджуна Увача Арджуна сказал, О, Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает. Комментарий Тот, кто по-настоящему предан Господу, обладает всеми добродетелями святых и полубогов, тогда как непреданные, сколь бы образованные и культурные с материальной точки зрения они ни были, лишены этих возвышенных качеств. Поэтому, когда Арджуна увидел на поле боя своих сородичей, друзей и членов своей семьи, он преисполнился состраданием к ним, решившим воевать друг с другом. К своим воинам он испытывал сострадание с самого начала, но сейчас он проникся жалостью даже к воинам вражеской армии, предвидя их неминуемую гибель. При мысли об этом его охватила дрожь, и у него пересохла в горле. Их воинственный дух оказался в какой-то степени неожиданностью для Арджуны. Почти весь его род, все кровные родственники пришли сюда, чтобы сражаться с ним. Для такого добросердечного преданного, как Арджуна, это было ударом. Хотя здесь и не сказано об этом, нетрудно себе представить, что Арджуна не только чувствовал дрожь в теле и сухость во рту, но также плакал от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его доброте, присущей чистым преданным Господа. Вот почему говорится «Яс ясти бактир багавати акин тяна, сарвайр гуна из татра сама с этой сура, харафа бактася куто бахат гуна, мано рате насати давато бахи». Тот, кто безраздельно предан личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов, тогда как непреданный может похвастаться только материальными качествами, цена которым невелика. Причина в том, что такой человек постоянно идет на поводу своего ума и потому не может устоять перед соблазнами материальной энергии. Багаватам, Песень пятая Текст 29 Тело мое охватило дрожь, волосы встали дыбом, лук гандива выпадает из моих рук, а кожа пылает, как в огне. Комментарий Материальным страхом, страхом смерти. Об этом свидетельствовали и другие признаки. Арджуна был в таком смятении, что выронил из рук свой знаменитый лук гандива, и поскольку сердце у него пылало, ему казалось, будто все его тело охвачено огнем. Все это было вызвано материальными представлениями. Арджуна Текст 30 Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне, и разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастья, о Кришна, сразивший демона Кеши. Комментарий Смятение, охватившее Арджуну, гнало его прочь с поля боя, а разум его так ослаб, что он больше не помнил себя. Человек оказывается в таком состоянии из-за чрезмерной привязанности к материальным объектам. Шримад Бхагаватам, песня 11 Подобный страх и беспокойство присущи людям, находящимся в очень сильной зависимости от материальных обстоятельств. Арджуне казалось, что сражение принесет ему одни страдания, и даже победа над врагом не сделает его счастливым. Большое значение в этом стихе имеют слова «нимиттани, випаритани». Когда человек понимает, что в будущем его ждут одни лишь разочарования, и надеждам его не суждено сбыться, он невольно задается вопросом «что я здесь делаю?». Каждый печется о собственном благе. Никого не интересует высшая душа. По воле Кришны Арджуна ведет себя так, как будто не знает, в чем заключается истинное благо. Истинное благо обретает тот, кто приходит к Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом и потому страдает в материальном мире. Арджуна был уверен, что победа в сражении не принесет ему ничего, кроме горя. Субтитры создавал DimaTorzok